В чемпионате России под дзюдо среди ветеранов приняла участие сборная Рязанской области и заняла призовые места. Надо отметить, что чемпионат 2019 года стал самым многочисленным за свою 13-летнюю историю. В нем приняли участие два заслуженных мастера спорта России, восемь мастеров международного класса и порядка 130 мастеров спорта России и СССР. Впервые на чемпионат из Рязанской области приехали сразу девять участников. В возрастной группе 50-55 лет и весовой категории 100 килограммов золотую медаль получил Виктор Беляев. Победы, не скажя, что были трудные, но и нелегкие. По лицу видно, что тоже хотели, царапались люди. Первую схватку выиграл за выход в финал у московского представительства. А финальная схватка была, ну самая тяжелая финальная схватка, потому что был местный представитель. Ну, как правило, за местных их болеют, и судьи за них тоже болеют. Нам пришлось бороться уже, чтобы конкретно выиграть. Виктор Беляев – трехкратный чемпион мира по самбо среди ветеранов. Спортсмену просто предложили попробовать себя на чемпионате России под дзюдо. Говорят, ты уже по самбо все выиграл, давай начинай дзюдо. Я говорю, хорошо. Мне всегда нравится, что люди не бросают спорт после 30 лет, а продолжают аниматься. И в 50, и в 60, и в 70 лет приезжают. Даже 80-летние приезжают. Это очень удивительные люди. С них можно пример брать. Рязанские спортсмены также взяли на чемпионате России под дзюдо среди ветеранов две бронзовые медали. Их завоевали Сергей Ермилов и Владимир Коновалов. Спортсмены рассказали, как им далась победа. Владимиру Коновалову достался соперник, который превосходил его по массе тела на 45 килограммов. Кстати, Владимир – капитан полиции, работает в управлении наркоконтроля. У МВД России по Рязанской области. Я считаю, что ветеранский спорт в Рязанской области надо поддерживать, развивать. Потому что желание у многих есть тренироваться. Но кто-то не знает, куда пойти с молодыми спортсменами. Где-то, может быть, страх есть побороться. Но на нашем примере, я думаю, сейчас многие посмотрят. У нас Рязань не такая большая, все друг друга знают. Уже, в принципе, кто поздравлялся, пишут, когда следующую тренировку спрашивают. Сергей Ермилов завоевал бронзовую медаль на чемпионате России под дзюдо среди ветеранов. Он уже не первый раз ездит на подобные соревнования. Они для него очень важны. Когда только начинать заниматься, нужно просто тренироваться и получать удовольствие от того, что ты тренируешься. Это самое главное. Если не получать удовольствие от того, что ты делаешь, то, естественно, ничего не получится. Победители чемпионата России отправятся на чемпионат мира среди мастеров в Марокко. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Олеся Котровская, Станислав Кудряшов. Продолжение следует...